Всем привет, дорогие друзья! У нас время уже день, а я себе готовлю завтрак. День это значит 3 часа дня. У меня нет никакого аппетита, ничего есть не могу. Решила пожарить лук с яйцом. Мам, мне тут попадется снег. Хорошо, Марин. Многие спрашивают, что со мной происходит. Я не знаю, ребят, у меня падает давление. Самое низкое у меня было, это 80 на 50. Я лежала просто трупом, я хотела спать. Я спала один день вообще беспробудно. Ко мне муж подходит, говорит, ты живая? Я говорю, да. И дай спать. Ты, говорит, хоть встань, поешь. Я говорю, у меня нет ни аппетита, у меня ничего такого нет. Но давление низкое в целом. Сейчас мне немножко получше стало. Но пока никакого аппетита нет. И сразу говорю, я не беременна. Не пишите гадости, что я беременна. Нет. Даже не планируем тут. Сейчас я... Ну, мне эти кружки замучили. На вынести половину кружек надоели уже. Сейчас я приготовлю завтрак. Я с утра, по идее, чай с молоком пила. Я заметила, что как я перестала пить кофе, у меня стало сильно понижаться давление. Я кофе пила из-за того, что у меня всегда низкое давление. Было редкое случай, поднималось оно. У меня в основном всегда оно низкое. Ну, вот все подписчики писали, что Настя не пей кофе. Тебе от этого плохо. Я перестала его пить. Даже не покупаю уже. Дома даже кофе нет. И все. И у меня вообще давление упало. Муж сейчас уехал с Машей в город. Не знает, что посмотреть. Хотят прогуляться просто. До бабушки, до свекрови сходить. Она тут приболела немного. Они пошли по магазинам, да, может быть, до свекрови зайдут, попроведают. А то у нее тут что-то температура была. Влад говорит, ездил как-то к ней, говорит, болеет температура, говорит, у нее. Я говорю, вот ты к ней ходишь, потом заразу еще домой принесешь. А мама болеет, говорю, а ты идешь к ней. Он говорит, ну как я не пойду. Он говорит, ну, значит, ну пойдешь туда к ней жить. Я не хочу, чтобы у меня дети болели. Ну, вот сейчас вроде у нее температуры ничего нету, не знаю. Я ему по идее говорила, не вздумай пока ходить. Потому что у нас дома дети заболеют ведь. Но он не слушает. Он никогда никого не слушает. Так что вот так вот. Вот такие вот ребята у нас дела. А так вроде все нормально. С Оксаной мы сделали уроки уже. Английский, да, все знают прекрасно, что английский я плохо знаю. Но мне в этом плане помогает Катя. У Кати вроде более-менее английский идет нормально. У нее даже четверки, бывает, а пятерки. Она по-английски у нас лучше, мне кажется. И поэтому Катя мне иногда помогает, выручает. Иногда мне компьютер помогает. Я просто включаю голосовые эти звуки. И у нас есть программа, которую нам скачала Оксанин учитель, классный руководитель, на телефон, где надо прослушивать эти уроки. Только я там путаюсь, конечно, как, где, какой урок слушать. Ну, как то, что мы их слушаем. Оксане включаю. И по несколько раз она один и тот же бывает урок может прослушать. Потом мы по учебнику это прорабатываем, как бы пытаемся. Ну, пока никак у нас. Ну, я учителю написала, как бы мы тут с учителем разговаривали по поводу того, чтобы она нам помогла немножко с английским, объяснила, потому что я не знаю английский. И попросила, чтобы хотя бы пару раз дополнительно с ней позаниматься. У нас учитель, по сути, нормальный по английскому. Ну, вот, как бы сказали, на каникулах мы с ней сходим и позанимаемся. Вот такие вот дела у нас. В целом, что я сегодня планирую? Сегодня у нас баня. Чего ты бегаешь, танцуешь? Кошку замучили уже. Сегодня у нас баня. Смена постельного, смена всего. Вот это вот, короче, все. Вот это потом, а понемножку делаю и все, по чуть-чуть. Сейчас поставила школьное стирать. В белой одежду именно. Блузки, да что. Ну, вот так вот. Вот такие вот у нас, ребята, дела. Сейчас завтрак все приготовлю, поем немножко. Ничего путем не хочется вообще. Знаете, вот... Я не знаю, я бы сейчас, наверное, поела бы соленой горбуши. Но она, блин, такая дорогая. Мне на нее просто денег жалко. Поэтому обломаюсь. Обойдусь. Ладно, дорогие друзья. Сегодня пока еще ничего больше не буду снимать. Немножко еще приду в себя, потом уже начну. Всем хорошего дня. Берегите себя, берегите обязательно свое здоровье. И берегите своих родных и близких. Всем желаю крепкого здоровья. Всех вас очень сильно люблю. Всем говорю, пока-пока. Ребят, я в шоке. Дети решили уборку навести. Свет, клеенку не вздумай снимать. Смотри. Вот здесь вот видно, что столешница очень тонкая. Мы хотели клеенку снять, потому что она желтеет. Так, картошку, значит, на всех чистить, жарить будем. Ой. Попадет. 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 Поднимай. Ты что сделала? Ты посмотри, да подниму это там. Вот такие вот дела. Дети решили уборку навести. Даже все прибрали. Так, дорогие друзья. Это есть... Убери вот эту бебру оттуда. У меня дети тут готовят кушать. А эта бебра вместе с ними готовит. Так, брысит седова мадама. Дети, короче говоря, тут молодцы. Они пытаются чебуреки сделать еще. Сами. У них там еще камера включена. Я вам ставлю... Ты, Света, потом не скинешь ведь видео? Не посмотрим, а скинешь. Ладно, пусть готовят. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девочки продолжают делать чебуреки. Вот такие вот у Светочки получаются. Ну, а она мне кадры скинет. Я вам покажу. А Катя что тут пытается сделать? Картошку пожарить. Картошку фри она делает. Короче, ладно. Пока тут Света лепит. Я ей помогаю жарить. У нас крышки, видите, на эту сковородку нет. Надо купить. И здесь вот жарятся у меня чебуреки. Ладно, жарим. Я тут села вам видео монтировать. И девочки мне принесли чебуреки, которые они жарили. И картошку фри, видите, они делали. Молодцы они у меня. Молодцы они у меня. Пока я себя не очень чувствую, они готовят. Умницы. Что я могу сказать? Я села для вас монтировать видео на завтра. Потому что... Ну, на понедельник получается. Это видео позже выйдет. Но факт то, что на понедельник... Потому что я в понедельник уезжаю с Ваней в Соликамск на прием к хирургу-стоматологу. Не знаю, что у нас получится, но что-то получится. Так что вот такие вот дела у нас, ребята. Ладно, буду монтировать. Вот такой вот был у меня сегодня влог. Если вам понравилось, поддержите девчонок. Они помогали, они снимали. Поддержите, пожалуйста, их хорошими комментариями и хорошими лайками. Я надеюсь, что вы поддержите. Может, они после этого будут чаще сниматься. Будут чаще что-нибудь делать. И им это понравится. Ладно, дорогие друзья. Всем говорю пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok